Анастасия Артфишер Артфишер – это тот псевдоним, по которому большинство людей знают Анастасию. Когда-то она родилась с фамилией Кулешова. Со временем поняла, что однофамильцев у нее много и официально поменяла фамилию, став Анастасией Фишер. Поскольку вся ее жизнь связана с творчеством и дизайном, приставка «Арт» ей довольно хорошо подходит. Еще в далеком детстве Анастасия начала проявлять интерес к рисованию. В три года она оказалась во дворце детского творчества. Туда ее привела бабушка. Туда я ходила года три, наверное, три с половиной. Училась там рисовать, училась актерском мастерству, выступала на сцене «Природа в Вене». Воспитанием Анастасии занимались ее мама и бабушка. Они всегда поддерживали ее начинание. С тем, чтобы она могла самостоятельно определиться в своей жизни. Даже тогда, когда Анастасия связала свою жизнь с цирковым искусством в детстве. И ездила на одном колесе, ходила на ходулях и по стеклам. Чуть позже будущий дизайнер решила заняться спортивной гимнастикой. Она вспоминает, как ее тренер учила садиться детей на шпагат, в награду выдавая им популярные в то время жвачки. Вроде бы даже стояли эти жвачки на выходе. Она подходила, ну, давила на плечи. И огромным мотиватором вот была жвачка. Не какие-то там соревнования, показ, а именно жвачка. Параллельно со спортом никогда не уходили из жизни Анастасии и занятия рисованием. Любовь к этому делу была настолько велика, что в дальнейшем она решила поступить в Рязанский филиал Московского института культуры и стать дизайнером. Одной из ее первых работ стало оформление салона красоты в городе Новомичуринск. Там я сделала салон красоты в стиле поп-арт, так как у меня уже было название, и мне нужно было от этого названия идти. Название было «Мэри Джейн». Вот, Мэри Джейн является девушкой Человека-паука. И от комикса к поп-арту мы приплыли. Вот, это в красных цветах двухуровневый салон красоты. Как истинный художник она сама рисовала на стенах и исправляла погрешности рабочих. Осталась очень довольна своим результатом. Теперь Анастасия занимается творчеством, не только оформляя помещения. Так, одно из ее влечений серфинг привел ее на остров Бали. Там Анастасия приняла участие в создании проекта по пальчиковой методике обучения детей английскому языку с самого раннего возраста. Являлась оформителем пособий, карточек, упаковок для того, чтобы родители малышей могли купить такие наборы в обычных магазинах, а не изучать методику по интернету, как это было раньше. Ребенок может изучать вообще с шести месяцев язык с помощью жестов из пальчиков. То есть это пил банана, чистить банан. Вот, и все показывается пальчиками. И у нас вот персонаж Хеко родился, некий геккон. Вот, и все продемонстрировано его пальчиками. Да, я там также придумала коробку-трансформер, который будет, как будет работать, как мама уже может с ребенком проводить эти занятия дома. Методика была привезена на Бали преподавательницей английского языка из Санкт-Петербурга. Анастасия помогала ей. Теперь коллеги не исключают, что это пособие в будущем может получить интерпретацию на русском языке. Что касается увлечения Анастасии серфингом, это стало самым захватывающим явлением в ее жизни. За два с небольшим года проживания на Бали она успела побывать и серф-инструктором. Есть волна и у волны есть губа, это белая часть, которая начинает пениться. И если ты попадаешь, то есть если ты не успел встать на волну, а попадаешь куда-то в середину, либо тебя прибивает эта губа, то внутри начинается миксер. При всей своей любви к сноуборду, вэкборду, скейтборду Анастасия безусловно выделяет среди прочего серфинг. Она сравнивает стихию воды с чем-то первобытным, загадочным, неожиданным, таким же как космос. Это что-то большее, чем горы, что-то первое, от чего произошел мир, не знаю, то есть океан невероятен. И даже находясь сейчас здесь, в Рязани, в вэк-парке, который был создан при участии ее сестры, здесь она также становится народоначальницей всех досок серф. В этом водном парке Анастасия выступила так же, как дизайнер-фармитель. При его создании она удивительным образом познакомилась со своей троюродной сестрой именно здесь. Пути их родственников когда-то разошлись, но теперь Анастасия и Дарья работают и идут дальше вместе в различных направлениях жизни. У меня свое свадебное агентство, то есть я очень долго думала о том, что конкуренция большая у нас в городе, то есть очень тяжело одной как бы все это делать. Вот я думала, с кем бы начать. Я пробовала начинать с несколькими людьми и как бы подводили, было очень неприятно. Вот. И потом, когда я узнала, что у меня есть сестра, да, произошло такое приятное событие, я говорю, может быть, мы с тобой попробуем? Он говорит, да, давай. Теперь сестры вместе посещают объект и занимаются оформлением свадеб. Для водного же парка Анастасия разрабатывает различные афиши предстоящих мероприятий и занимается дизайном реквизита. Это детская доска. Для нее Анастасия разработала несколько вариантов оформления. Окончательный был утвержден в таком формате. С девушкой на серфинге, мифическим оленепсом, волнами, фруктами и, конечно же, серфингом, закрепленным на байке. Ассоциации воспоминаний Анастасии с острова Бали. Так она часто добиралась до океана, чтобы поймать волну. Время уходит по-разному. Наверное, больше уходит время на какую-то обмозговку. То есть ты ходишь, думаешь, что-то... Потому что сначала тебе появляется какая-то задача, нужно что-то сделать. Потом, да, ты начинаешь думать, что близко тебе, чтобы это еще подходило к этой задаче. И, наверное, если тебе дается неделю, то ты шесть дней думаешь, и потом сутки просто не отходишь от компа, пытаешь все собрать, что тебе пришло в голову. Компьютерные программы, кисточки, краски, спорт – все это в одном человеке. Анастасия признается, что натура, она очень разносторонняя. Сейчас на ее пути, параллельно с основной деятельностью – дизайном, появилась еще одна возможность. Она стала художником-постановщиком короткометражной картины, съемками которой решили заняться ее знакомые, которые недавно завершили обучение в Московской школе кино. Это история семьи. Короткометражка называется «Между солнцем и луной». Это любящая семья, но, к сожалению, папа из работы не мог много уделять времени ребенку. И, не ребенку, даже семье. Вот. Но все равно их сильно любил, он постоянно опаздывал. У них есть на этом какая-то сцена. Но в итоге семья погибла в авиакатастрофе. Сюжет основан на реальных событиях. Друг Анастасии, который решил заняться съемками картины, сделал ее в памяти своим погибшим товарищам. Теперь эта работа приняла участие в открытом показе в Москве. Там же для вердикта критиков выставлялись и другие работы новоиспеченных фильммейкеров. Сейчас Анастасия получает удовольствие и от этой своей деятельности. Что интересно, практически каждое ее увлечение может приносить ей несомненную пользу в любом уголке земли. Например, на Бали, помимо всего прочего, она устроилась работать, преподавая детям рисование. Сейчас среди ее ближайших целей отправится жить в Лос-Анджелес, в Калифорнию. Как-никак это место считается родиной серфинга. И тогда в ее специальном блокноте планов появятся еще новые плюсики. Идут какие-то цели. У меня есть блокнот, где я постоянно обожаю ставить плюсики. Я делаю себе какие-то задачи, да. И очень здорово, когда открываю. И мне можно поставить очень много плюсиков из этих минусиков. Из этой черточки сделать, да, плюсик. Это история о том, как обычный человек, родившийся в Рязани с большой тягой к жизни, с интересом к миру, способен добиться всего, чего захочет. Анастасия готова и дальше делиться своими знаниями, умениями и навыками сейчас здесь, в Рязани. Работая над дизайном, за компьютером, фотографируя окружающих на пленочный фотоаппарат и даряя им фотографии, придерживаясь вегетарианской диеты и принося что-то радостное в жизнь своих близких. Куда бы она ни отправилась в следующий раз, Анастасия Артфишер вновь продолжит развивать вокруг себя креативную деятельность. И в том уголке планеты станет еще на порядок ярче и веселее. В следующей программе «Человек в городе» мы расскажем вам, чем в свободное время занимается кандидат технических наук. Павел Силушин является шестикратным чемпионом России, шестикратным чемпионом Европы по жиму лежа. Он может поднять вес в несколько раз превышающий собственный. О его планах, целях на жизнь, а главное о том, как он добился своих достижений, вы и узнаете в нашей программе.